Колизиум 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 это платформа для профессионалов музыкальной индустрии, индустрии live entertainment, для музыки, для театров, для фестивалей, для концертов и для всех компаний, которые работают в этой отрасли. То есть это и концертные площадки, и продюсерские центры. И Колизиум стал местом, где все они собираются, общаются, обсуждают свои какие-то проблемы в целях развития индустрии в целом. Прекрасная история, которая на самом деле началась, может быть, даже пару лет назад, когда первый раз мы приехали на Байкальскую землю. Мы сначала с иркутскими музыкантами познакомились, потом с монгольским фестивалем, потом познакомились с бурятской филармонией. И, в общем, огромное количество обстоятельств сложилось так, что мы увидели, что здесь есть достаточно активности и достаточно предпосылок для развития музыкальной индустрии, для развития концертной активности. И мы решили с чего-то начать. Прежде всего, для того, чтобы увидеть свое место во всей музыкальной индустрии в целом, чтобы увидеть, что создание музыки в Австралии, создание музыки в Бразилии, не знаю, в Европе, создание музыки на Байкале – это приблизительно одни и те же этапы, одни и те же трудности, одни и те же преодоления. Для того, чтобы музыканты не чувствовали себя где-то на обочине цивилизации. Наоборот, поняли, что они имеют в сравнении, не знаю, с какими-нибудь музыкантами французскими, они имеют за собой большой культурно-этнический капитал, который они могут использовать в своем творчестве. То есть, то огромное количество этносов, которое населяет эти земли, по большому счету, создало предпосылки к огромному культурному многообразию, к многообразию музыки. И когда музыканты начнут это в себе открывать, это и приведет к росту музыкального творчества и музыкальной индустрии. Шоукейс – это выставка артистов. Это выступление артиста перед профессионалами музыкальной индустрии, перед журналистами, перед программными директорами, перед людьми, которые формируют состав фестивалей. Перед теми, кто ищет новые таланты, прежде всего. То есть, это может быть выступление перед пятью людьми в маленьком клубе, но по результатам этого выступления группа может попасть на какой-нибудь фестиваль, получить контракт с каким-нибудь лейблом, получить какой-то мощный импульс к развитию. Мы видели, даже на примере не так уж сильно развитых российских шоукейсов, видели несколько потрясающих случаев, когда группа со сцены шоукейса в Алма-Ате попадала в лайнап фестиваля Кубана. Когда группа, выступившая на шоукейсе в Петербурге, попадала на финский фестиваль туского Open Air. И совсем уж такой яркий случай, когда шоукейс проходил в Новосибирске. Туда приехала группа из Томска. Это был маленький ирландский паб, в который после конференции, после форума пришли профессионалы. Просто на самом деле пообщаться друг с другом, расслабиться. Группа выступила. Среди тех, кто приехал на конференцию, был организатор стадионного концерта группы Guns'n'Roses. И он группу прямо со сцены взял на разогрев. Guns'n'Roses, арена открытия, Москва. Я был на этом концерте, это было потрясающее выступление. Ребята выступали как последний раз в жизни. То есть выложились на полную. И это действительно совершенно необычная история для, в общем-то, обычной группы из Томска. Такие вещи практически невозможно планировать или прогнозировать. Но, как минимум, это возможности. Как говорится, если ты хочешь выиграть лотерею, ты хотя бы должен купить лотерейный билет. Так вот, чтобы что-то начало происходить с артистом, с музыкантом, важно, чтобы артист был по максимуму активный, находился в информационном поле профессиональных людей, тех, кто работает в индустрии. И шоукейс – это один из отличных способов себя показать живьем. Потому что те люди, которых мы собираем на форум, их, скажем так, в обычной жизни практически невозможно даже просто встретиться, с ними поговорить. Они достаточно занятые люди и уж не так уж часто приезжают на Байкал. Может быть, в отпуск они и приедут на Алихон. Но ты об этом никогда не узнаешь. А тут ты приходишь на форум, на котором за 4 дня ты увидишь больше профессионалов, чем сможешь встретиться за целый год и пообщаться. И не просто встретиться, а у тебя еще есть шанс показать им свое творчество. И даже если тебя не взяли в состав шоукейсов, если ты не прошел предварительный отбор, это не значит, что тебе не надо участвовать, и это не значит, что тебе нужно опустить руки. Это, тем не менее, возможность со всеми познакомиться, прийти самому на шоукейсы, посмотреть, какой уровень выступления и какого качества музыка сейчас, по мнению организаторов фестиваля, оказалось востребовано. Понять, на что ориентироваться и двигаться дальше в своем творчестве. Смотрите, ну прежде всего, конечно, нужно, чтобы посетитель конференции к ней готовился. То есть ему нужно четко задать себя вопросом и ответить на вопрос, зачем он туда идет, какая его цель. Чтобы это было не просто вот, а давай схожу, посмотрю, а конкретно ознакомиться с программой, посмотреть, кто из спикеров приезжает, кто туда придет, из каких городов. И понять, кому и какие вопросы уже вот сейчас на старте можно задать. То есть, прежде всего, это нетворкинг, то, что называется профессиональное общение, это знакомство со всеми, кто там есть. И не только со спикерами, не только с организаторами, но и прежде всего друг с другом. Потому что, делая коллизиумы в разных городах, мы часто обнаруживаем, что люди, живущие там просто на соседних улицах, не знают о существовании друг друга и думают, вот, не знаю, какие случаи привести. Думают, что они вообще одни и единственные вот здесь вот такие. Сколько мы встречали там организаторов фестивалей, которые не знают о существовании других фестивалей. Это не потому, что, там, они плохие или хорошие, это потому, что каждый человек живет в каком-то неком информационном своем пузыре. И количество информации, которую он способен воспринимать, оно ограничено. В какой-то момент информации становится так много, что все проекты человека настолько его самого окружают, что он очень плохо видит, что происходит снаружи. А остается иллюзия того, что он видит все. И вот такие форумы, такие конференции, они как раз-таки дают некий срез, некую прозрачность того, что же происходит. Поэтому мы и стараемся приглашать не только там суперпрофессионалов, но и людей там, которые только-только начали первые шаги какие-то делать в музыке. Поэтому вот, прежде всего, общение, знакомство, нужно заготовить кучу своих визиток и набрать кучу чужих визиток. И потом с этим со всем еще и поработать. Со всеми поддерживать связь и все договоренности, которые достигнуты, все идеи, которые придут в голову, стараться их реализовывать. Я буду счастлив, если в результате проведения этого форума здесь появится один или два больших новых музыкальных проекта. Я имею в виду, какая-нибудь концертная площадка начнет на регулярной основе делать у себя концерты. Если появится новый фестиваль, если два-три артиста получат какие-то контракты, какие-то договоренности, какие-то новые выступления. Может быть, не обязательно вне Бурятии. Может быть, они здесь найдут для себя какие-то новые точки для развития. Если музыканты просто элементарно разберутся, как им издавать свою музыку при современном положении дела в цифровом издательстве. Если появятся какие-то вот такие шаги, я буду считать, что мы прям вот успешно провели первый форум здесь. Безусловно, вижу просто потому, что растущие регионы – это вообще всегда самое интересное, что есть. Потому что на стадии роста возможно проявление таких талантов, нахождение таких уникальных решений, которые не проявятся ни в одном активном, успешном, развивающемся регионе. Когда у человека появляется какая-то немыслимо огромная мотивация, где бы он ни находился, он способен на великие вещи.